Иисус обладал эмоциями, но эмоции никогда не обладали Иисусом. Вы должны быть очень осторожны, потому что дьявол стремится раздавить вас мирскими заботами. Он стремится повесить на вас груз житейских трудностей. Он желает, чтобы на сердце у вас было тяжело. Он старается погрузить вас в депрессию, потому что если ему удастся погрузить вас в депрессию, тогда он сможет вас парализовать, и не пройдет много времени, как ваши чувства настолько омертвеют, что вы начнете искать выход не там, где вы должны его искать на самом деле. Друзья, я хочу, чтобы вы знали, что вы свободны от депрессии. Вы свободны от депрессии, аллилуйя! Я не жду, чтобы кто-то сейчас поднял руку и вас фликнул, «Да, пастор, я свободен от депрессии!» Я могу сказать вам, как человек, имеющий опыт, я впадал в депрессию. Однажды я просидел в гараже 8 часов, думая о том, как убить себя, и при этом не попасть в ад. После того, как я обрел веру, я встретил столько жестоких людей, сколько в жизни никогда раньше не встречал. А ведь они должны были быть любящими и добрыми. Но даже называя себя верующими, они обманывали меня, использовали меня и делали многое другое. И я подумал, спасение я уже получил, я хочу отправиться к Господу подальше от всего этого. Кроме этого, я работал в психиатрической клинике, занимался подростками, страдающими от депрессии, и подверженными мыслям о самоубийстве. Они приходили и рассказывали мне свои грустные истории. Потом я встречался с их родителями и выслушивал их грустные истории. И единственной отдушиной для меня было время обеденного перерыва, когда я мог пойти в столовую, где, чтобы повысить настроение, съедал примерно 10 яблочных пирожков. А если повышать настроение с сахаром, что происходит потом, когда уровень сахара снижается, настроение портится. Я ел так много яблочных пирогов, что заведующий кухней сказал, «Слушай, тебе пора бросить есть такое количество пирожков. Из-за тебя мы не укладываемся в нашу квоту». Для вас, сэр, с этого момента не более одного пирожка. Я ему, «Братишка, на мне галстук, со мной так не разговаривают. Я здесь врач, лучше отстань». И вообще, это моя кухня, и пусть другим не останется пирогов. Это моя единственная отдушина в жизни. Когда мы были детьми, мы и представить себе не могли, что такое депрессия. Мы о ней никогда не слышали. Мы не знали, что бедны. Мы не знали, что... Жили мы, оказывается, в бедных кварталах, в убогом домишке, с двух комнат. Я был пятым ребенком в семье. Один, два, три, четыре. Нас четверо, и мама с папой в двухкомнатной квартире. Один туалет, плесень на стенах. И именно в канун Рождества нужно было счищать плесень со стен. Мы даже не представляли, что бедны. На обед у нас был завтрак. Но нам казалось, что мы и так хорошо живем. Я так хотел, чтобы у нас был двор. У нас не было травы, поэтому я выходил с граблями и разгребал пыль. Когда я был ребенком, мы везде делали тропинки. Нельзя было нигде посадить цветы, потому что... Кто-нибудь обязательно протоптал бы тропинку через эти цветы. Если б мы оставили открытую дверь из кухни во двор, кто-нибудь обязательно проложил бы тропинку и через наш дом с выходом в парадную дверь. Мы ничего, ничего не понимали. Мы получали эту гуманитарную коробку с продуктами от моей тети Софи. Она жила на улице Колумба и не съедала все, и поэтому нам перепадала часть ее пищи. И так было весело копаться в этой коробке, находить там кукурузный сироп, порошковое молоко. И слава Богу за кусок сыра. Как мы нарезали этот сыр! Его было трудно резать, но в нашей семье мы были спецами по приготовлению бутербродов с сыром на гриле. Мы брали этот жесткий сыр, добавляли к нему масло, а потом маленькой лопаткой все прижимали, пока сыр не начинал таять. Что скажете? Ммм! И знаете, нас не беспокоило, что горячая вода была отключена. Мы набирали в ведро холодной воды, а потом на плите подогревали. Делали это два-три раза, чтобы как-то согреть себе ванну. Некоторые из вас не знают, о чем я говорю. А на Рождество мы никогда не ходили за свежей живой елкой. Мы ставили серебристую алюминиевую елку, наряжали ее огоньками, и представьте себе, были полностью готовы к приходу Санта-Клауса. Аминь! Мы не знали, что происходило вокруг. Моя мама все готовила сама, потому что мы не могли купить готовую еду. Но у нас всегда хватало пищи, и всегда были пироги, и праздничный ужин на Рождество. На Рождество был всегда здоровенный торт на столе. Посреди ковра был большой отпечаток сапога. Боже мой! Наверное, вчера здесь был Санта. Лишь когда я вырос, я узнал, что Санта был мой отец. Оказывается, это объясняет, почему все эти годы у него был здоровенный живот. Но мы не были в депрессии. Мы жили весело, съедая всю яичницу с пирогами на обед. Мы не знали, что есть жизнь лучше. Я ничего не знал о депрессии до тех пор, пока мне не дали определение этого слова. Аминь. Послушайте мне, друзья, ради Иисуса. Если вы могли жить в таких условиях, и при этом не позволяли своим эмоциям управлять вашей жизнью, то тем более сейчас вы должны быть свободны депрессией, ведь в вас живет Святой Дух. Дьявол не может вас победить даже на мгновение. Аминь. Если Слово говорит о том, что Иисус победил депрессию, то и мы, друзья, способны ее победить. Откройте Евангелие от Марка, 14 главу. 14 главу от Марка. И когда откроете от Марка, 14 главу, прочтите 32 стих. Посмотрим, с чем пришлось столкнуться Иисусу. Библия говорит, что Иисус сочувствовал нашим слабостям. Значит, Он знал, с чем нам приходится сталкиваться в жизни. 32 стих. Пришли в селение, называемое Гефсимание, и Он сказал Своим ученикам, «Посидите здесь, пока Я помолюсь». И взял с собой Петра, Якова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать. Видите, тоска указывает на депрессию. И сказал им, «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте». И отойдя немного, пал на землю и молился, чтоб миновал его час сей. Послушайте, как это звучит в расширенном переводе Библии. «И взял с собой Петра, Якова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать, и впал в депрессию». Депрессию. Изумительно. Ему было тяжело в этом саду. И сказал им, «Душа моя скорбит смертельно». То есть, переполнена горем. Побудьте здесь и пободрствуйте. Пободрствуйте. Здесь мы видим, что Иисус знал Божью волю для своей жизни. Он знал, что пришел на землю, чтобы умереть на том кресте. Знал и сатана, и пытался заставить его отойти от Божьей воли. И немедленно же атаковал его разум. Вот поэтому он и пытался говорить с ним. Он атакует его разум, чтобы иметь возможность затем атаковать и мысли Иисуса. Но Иисус ему противостал. Видите? Для христианина страдать означает противостоять. Это наша часть страдания. Мы противостоим соблазну. Мы противостоим давлению, которое оказывается на наше мышление. И Иисус противостоял до тех пор, пока не начал потеть кровью, а это говорит мне, что если я еще не потею кровью, значит, я не так долго противостою. Слава Богу! Не сдавайтесь! Когда начинайте потеть, потеете дальше, противостоите до тех пор, пока не начнете потеть кровью. Он встал и сказал, «Я не позволю, чтобы эмоции завладели моей жизнью». Вы помните, как он сказал, «Отче, не моя воля». Потом он сказал, «Минуточку, не моя воля, но твоя, да будет». Сначала он просил, «Принеси чашу сию мимо меня, но...» Но в жизни каждого из нас, друзья, должно быть свое «но». Но не «чего я хочу», а «ты, отче». Когда вам становится тяжело, и вы чувствуете, что ваши эмоции вот-вот уведут вас, куда вам идти нельзя, «но...» «Ничего я хочу», а «чего ты, отче, хочешь». Иисусу приходилось сталкиваться с такими же эмоциональными атаками, как и нам. Та же тяжесть и депрессия, которую испытываем порой мы. Но давайте посмотрим, как Он это преодолевал. Не знаю, приходилось ли вам бороться с депрессией, стрессом, от которого бывают головные боли. Как сделать это? Как выбраться из этой проблемы? Как пережить смерть близкого? Как пережить этот развод? Как выйти из этой ссоры? Как пережить все то, что приходится переживать? Иисус дает нам небольшую иллюстрацию. Пример. Заметьте, пока он борется со своими эмоциями, Библия говорит, «И он пошел вперед». Друзья, вы должны знать, к чему призвал вас Бог. Если кто-то бросит вас на пути, вы должны знать, это то, к чему призвал меня Бог, и я пойду вперед. Аллилуйя! Я исполню такие Божьи предназначения. Я исполню то, что Бог призвал меня исполнить. Знаете, иногда ваши близкие люди уходят из этого мира к Господу. Вы должны продолжать идти дальше. Вы должны заставить себя подняться и одеться. Вы должны себе сказать, «Сейчас я пойду и почищу зубы. Так, теперь я оденусь. Я пойду к машине, я заведу ее, я еду на работу, мне нужно двигаться, мне нужно жить дальше. Я не могу просто так сидеть на месте. Мне нужно жить, и все будет хорошо». И поступает так. Вы поступаете, как Иисус. Библия говорит, что Он продолжил молиться. Он не только пошел дальше, Он продолжил молиться, и мы должны научиться делать то же самое, потому что в жизни каждого из нас могут возникать трудные ситуации. Иногда не получается взять пару недель отпуска в трудные минуты жизни. Нужно двигаться дальше. Вы знаете, к чему призвал вас Бог. Так исполняйте же это. Когда у меня умер отец, на следующий день я отправился проповедовать Евангелие. Я отказался останавливаться. Я признал, что призван проповедовать Евангелие. Я должен двигаться вперед. Аллилуйя. Дьявол уж точно не хотел, чтобы я проповедовал в той маленькой церкви. Но когда я приехал в ту церковь, в тот городок, слава Богу, Тефи и я, несмотря на то, что с нами произошло, потому что я принял решение двигаться вперед и продолжал молиться. Может быть, вы будете плакать, но идите вперед и молитесь дальше. Будет больно, но идите вперед и продолжайте молиться. Вам будет тяжело, но идите вперед и молитесь. Дальше. Если вы продолжите свой путь вперед, то иногда шаги будут маленькими, но вы все равно идите вперед. Слава Богу за языки, потому что в трудные времена я не знаю, что должен произнести в молитве, но я продолжаю идти вперед. Я продолжаю идти вперед. А потом, через некоторое время, вы готовы идти дальше. Вы готовы делать то, что должны. Освободитесь же от этой депрессии. Если она пришла, это еще не значит, что вы должны стать ее жертвой. Вы освободились от проклятия закона. Вы свободны от депрессии. Свободны, наконец. Свободны, наконец. Свободны, навсегда. Свободны, наконец, и навсегда. Будьте свободны. Если вы имеете дело с депрессией, вы должны прежде всего помнить, что Иисус искупил вас от проклятия закона. Скажите вслух, я искуплен от депрессии. Я свободен от власти эмоций. Вы искуплен от проклятия, быть захваченным своими эмоциями. Вы должны понимать, что Бог любит вас и лично заинтересован в вашем благополучии. И Он пригласил вас, посмотрите в Откровении 3 главе, за свой стол, чтобы вы сели с Ним. Аминь. Так идите к Нему, друзья. Идите к Богу в трудные времена. Не убегайте от Бога. Идите к Нему. Вы только что развелись, идите к Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Многие люди считают, что только особенные могут приходить к Богу. Но все совсем наоборот. Вы становитесь особенными, когда приходите к Нему. Аллилуйя. Депрессия — это результат внешнего давления на ваше сердце. Это то, что происходит вне нас, вокруг нас. Это и есть депрессия. Она попадает внутрь нашего сердца и нагружает нас. Стресс, давление, проникшие внутрь нас, ведут к депрессию. Депрессивные эмоции возникают из-за размышлений о том, что вас беспокоит и на вас давит. Мы это знаем. Депрессивные эмоции возникают из-за размышлений о том, что давит на вас. Понимая, как устроена депрессия, мы видим очевидное решение. И вот оно. Нужно изменить мышление, чтобы изменилась ситуация, ощущения, эмоции. Вот как с этим бороться. Нужно изменить мышление, чтобы изменились ощущения. Изменить мышление, чтобы изменились ощущения. Но, брат Доллар, я не знаю, как изменить свое мышление. Я же сказал слова. Не принимайте пассивно слова, которые заставляют вас мыслить негативно, иначе вы не изменитесь. Слушайте слова, которые изменят ваше мышление и изменят ваши ощущения. Когда я попал в автомобильную аварию в Сакраменто, в Калифорнии, в 2000 году, если не ошибаюсь, словно бомба взорвалась. Этот огромный джип перевернулся в воздухе. Это было нечто, и я начал видеть людей, которых похоронил, и слышал эти голоса, все завертелось. Боже мой, но все это закончилось. Я выбрался из машины, смотрю в машину, кого-то не хватает. Брата Кена Терри выбросила из машины, и он застрял в лобовом стекле. Лобовое стекло выбито, и его ноги висят. Я не знаю, жив он или нет. Я увидел свой телефон, взял его в руки, потому что мои мысли были парализованы. Давление было сильнее, чем когда-либо. Я взял телефон и позвонил жене. Моя жена, как Святой Дух, всегда рядом, чтобы помочь мне в трудную минуту. Я позвонил Теффе, и она услышала, что произошло. Я пытаюсь говорить с ней, и она начала проповедовать. Она сказала, минуточку, мы же верующие, аллилуйя. Мы люди веры, аллилуйя. Наш Бог даст нам победу, и в этом... Аллилуйя. Она сказала, успокойся, ты должен успокоиться немедленно. Сегодня никто не умрет. Согласись со мной в молитве. Она проповедовала мне слово. Аллилуйя. И слово, которое она мне проповедовала, изменило мое мышление, и потому мое мышление изменилось. Я поднял руки посреди всего этого ужаса и сказал, никто не умрет в моей машине во имя Иисуса. Я беру власть над смертью прямо сейчас. Никто не умрет сегодня. Никто не умрет. Никто не умрет. Я окликнул Кена по имени, он и дозвался. Я заглянул туда, увидел воротник, но он был весь красный. Я сказал, господи, мне казалось, что он позвал меня, и я спросил, ты в порядке? Он ответил, я в порядке. Аллилуйя, сказал я. Подошел к Филу, я сказал, я в порядке. Я говорю, аллилуйя, слава Богу. Во мне было столько адреналина, потому что пришло слово, и мое мышление изменилось. Я отказался подчиниться духу смерти. Аллилуйя. Тот день я никогда не забуду, потому что, верите или нет, я не прошу вас поверить в это. Я знаю, что я видел. Эти ангелы, аллилуйя, пришли ко мне на помощь. Аллилуйя. И я уверен, что именно они не допустили. О, Иисус. И потом я услышал этот голос. Не сейчас. Слишком много дел не завершено. Аллилуйя. Я мог бы уйти к тем, кого видел, но Бог сказал, не сейчас. Слишком много дел еще не завершено. Послушайте меня, друзья. Я занят делом своего отца. И я не остановлюсь, пока не исполню Божью волю для моей жизни. Я буду идти вперед и продолжать молиться. Иногда, когда нам трудно, мы не хотим слышать Слово Божьего. И я вас хорошо в этом понимаю. Я не хочу слушать Слово Божье. Ты не понимаешь, как мне больно. Не сейчас, не сейчас. Я не хочу сейчас ничего слышать. Хорошо, не хочешь, не надо. Иди и помолись. Я не хочу слушать Слово. Но при чем здесь ваш хочу? Важно то, что вам тяжело. И вам это нужно. Вам нужно услышать Слово. Вам нужно, чтобы вам кто-то проповедовал. Вам нужно, чтобы кто-то вместе с вами помолился. И вы молитесь, чтобы в трудный момент был рядом человек, которому хватит ума вложить в вас Божье Слово, чтобы привести ваше мышление в соответствие со Словом, и ваши эмоции придут в соответствие со Словом. И все сказали, «Аминь». Вы должны изменить свое мышление, если хотите, чтобы изменились ваши эмоции. Вы должны изменить свое мышление, если хотите, чтобы изменились ваши эмоции. Я расскажу вам о четырех шагах для выхода из депрессии. Первый. Вы должны беречь свое сердце. Библия говорит, что больше всего мы должны беречь сердце, потому что из него источники жизни. Аминь. Вы должны беречь свое сердце. Берегите свое сердце. Мне нравится то, что написано в Иоанна 14 главе, стих 1. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога. В Меня веруйте». Если он сказал, «Да не смущается сердце ваше», значит, вы можете кое-что сделать, чтобы ваше сердце не смущалось. Вашей власть не допустить, чтобы ваше сердце не тревожилось. Это зависит от вашей веры. Зависит от веры вашей. Если вы верите в трудности, будут трудности. Если вы верите, что вам поможет Бог, Он поможет. Это произойдет. Он сказал, «Веруйте в Бога». Веруйте в то, что Он сказал. И депрессия ослабит свою хватку. Верьте в Божье Слово. Оставьте депрессию. Верьте в Божье Слово. Возьмите Библию. Возьмите Божье Слово. Верьте в Божье Слово. Как написано в притчах 4 главе, «Ис сердце источники жизни». Вы не всегда можете контролировать обстоятельства, но ваше сердце в вашей же власти. Не допускайте, чтобы обстоятельства влияли на вас. Не впускайте эти обстоятельства внутрь себя. То, во что мы верим, определяет то, что мы впускаем в свое сердце. Если вы решили поверить, что в жизни вас ждет неудача, вы запустили это в свое сердце. Если вы решили поверить в победу, вы запустили победу в свое сердце. То, во что мы верим, определяет, что будет в нашем сердце. Во что вы будете верить в трудное время? Во что вы будете верить во время болезней, смерти или развода? Во что вы будете верить? Да не смущается сердце ваше. Почему? Верьте в Бога. Верьте в Его Слово. Верьте, что Он говорит, и именно это и будет в вашем сердце. Депрессия уйдет, если вы будете держаться Божьего Слова и Его обетований. Она не сможет задержаться в вашем сердце. Если вы позволите окружающим вас трудностям проникнуть в ваше сердце, эти семена прорастут. Поэтому вы должны принять решение, что ваше сердце не будет волноваться. Не допускайте в свое сердце переживания. Иногда вы начинаете говорить о чем-то, и происходит волнение. Я вам объясню, как не допустить в сердце волнений. Посмотрите на второй шаг. Вы должны говорить проблемам, а не говорить о проблемах. Говорите проблеме, а не о проблеме. Мы очень часто тратим время попусту, говоря о своих проблемах. Мы звоним тете Поле и маме, чтобы рассказать о своих проблемах. Мы звоним лучшему другу, чтобы рассказать о своих проблемах. Иногда, встречая даже незнакомого человека, мы находим возможность рассказать и ему о своих проблемах. Послушайте, если вы постоянно говорите о своих проблемах и никогда не говорите своим проблемам, они проникнут в ваше сердце. Какое ободрение можно найти в Марка 11, 23? Ведь именно там мы видим, как Иисус обратился к смоковнице. Этим Он показал пример, как нужно говорить с горой, не сомневаясь в своем сердце. Все будет так, как мы скажем. Это монолог. У вас всегда должно быть Божье Слово. И вы должны понимать, что хотя депрессия и другие проблемы давят на вас, нельзя допускать, чтобы они заставляли вас принимать решения. Говорить должны только вы. Депрессия пытается обладать вами, а вы ей закрой рот. Я тебе говорю, я не буду тебя слушать во имя Иисуса. Я говорю тебе, депрессия. Говорю тебе, что мой Бог способен избавить меня от того, что произошло сегодня. Я верю Богу. Не позволяйте депрессии вступать с вами в диалог. Вы ведете монолог. Говорите ей, а не о ней, кому-то. Говорите ей, а не о ней. Вы можете без конца говорить о финансовых проблемах, но от этого они не исчезнут. Но если вы начнете говорить с вашими финансовыми проблемами во имя Иисуса, избавление не заставит себя долго ждать. Аминь. Шаг третий. Если в вашей жизни чего-то не хватает, попросите об этом. Попросите. Не нужно печалиться и быть в депрессии. О, я не могу выйти замуж. Именно так поступает большинство, когда им в жизни чего-то не хватает или им тяжело. О, мне нет машины. О, мне нет работы. О, я бедный. Никто не знает, что видел я. Никто не знает лишь Иисус. Никто, никто, кроме Иисуса. Знаете что? Никто не хочет знать. Попросите-ка Бога. Бога попросите. Аминь. Он дает нам свободу от депрессии. Получите то, что просите, и придет радость. Как получить? Верьте, что получите просимое. Даже если это кажется невероятным, неважно. Вера говорит, у меня это уже есть. Даже если реальность говорит иное. У меня это есть. Есть, я говорю. Можно сидеть и ныть, потому что не удается выйти замуж. А можно просто для себя сказать конкретно, какой муж тебе нужен. Чтобы не жалеть потом, что не указали конкретные параметры. Сначала запишите все, прежде чем начнете разговор об этом с Господом. Ничего не упустите. И не просите кого-то симпатичнее вас самих. Симпатичный мальчик может тотчас оказаться рядом с вами и будет завивать кудри так же, как вы завиваете кудри. Иногда лучше, когда рядом некрасивый мужчина. Понимаете? А после него еще и работа есть. А потом попросите Господа помочь, иначе смотреть на мужа. Какой у меня красивый муж! А все вокруг. Она что, слепая, что ли? Ей нужно исцеление. Давай-ка возложу руки на твои глаза. Слава Богу! Аллилуйя! Не нужно впадать в депрессию из-за того, что у вас нет. Нужно идти к Богу, который выслушивает наши молитвы во имя Иисуса, и мы получим то, что нам нужно. Слава Богу! И потом придет радость, потому что мы получили по вере. Получили по вере. И последнее. Последнее. Мы должны благодарить Бога. Прославьте Его. Прославление останавливает депрессию. Депрессия не задержится надолго, если вы начнете славить Бога. Кто-то скажет, а за что славить Бога? Прославьте за то, что проснулись утром. Прославьте за то, что Он спас вас. Прославьте за то, что любит, за то, что прощает, за то, что принимает вас. Прославьте за то, что кровь ваша продолжает струиться по вашим венам. Вы можете прославлять Его за многое, но не допускайте, чтобы депрессия вами овладела. Возьмите власть над депрессией и найдите что-нибудь, за что вы можете прославить Бога даже сейчас. «Отец, слава! Слава тебе за то, что у меня есть пища в холодильнике! У меня есть банка свинины и бобы! Спасибо, Иисус!» Депрессия уходит, когда человек начинает славить Бога. Библия говорит, что хвала лишает врага сил. Более того, хвала и прославление увеличат вашу способность получать от Бога больше. Я провозглашаю вашу свободу, свободу от депрессии. Я провозглашаю, что эмоции не имеют над вами власти. Вы берете власть над своими эмоциями, и больше никогда в жизни не будет ни одного дня депрессии. После того, как я принял это решение, у меня было много искушений впасть в депрессию, но мне всегда удавалось устоять. Слава Богу! Я, освобожденный Сыном, воистину освобожден. Я провозглашаю вашу свободу во имя Иисуса. Провозглашаю вашу свободу во имя Иисуса. Аминь. Пожалуйста, склоните свою голову, закройте глаза, склоните голову, пожалуйста, оставайтесь на своих местах. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного за нас. Он так сильно нас любит. Он не хочет, чтобы мы проводили свою жизнь в мучениях. Он против того, чтобы мы проводили свою жизнь в страданиях. Не этого Он желает для нас. Он нас любит. Он вас любит. Он умер за вас. А значит, вы можете жить жизнью с избытком. Но готовы ли вы принять Его любовь? Готовы ли? Если вы еще не примирились с Богом, сейчас пришло ваше время. Сейчас для этого благоприятное время. Пришло время выйти из тьмы в чудесный свет. Некоторым из вас надоело жить, так как вы живете. Вы можете изменить свою жизнь. У каждого из нас есть некая пустота, заполнить которую может только Бог. Ее не заполнит образование. Ее не заполнят деньги, слава или богатство. Ничего, лишь Бог может ее заполнить.